всем привет решила замесить попробовать тесто на блины именно на соде постные нашла на ютубе рецепт но от себя хочу добавить еще банан вот у меня банан здесь размятый если у меня получится блины я конечно оставлю ссылку на этот рецепт в ютубе я нашла если не получится скажу вам об этом пробую первый раз сейчас вот она будет стоять у меня минут 10 вот уже пузыречки вроде как появились ну знаете пока как-то не знаю пока тесто ни о чем посмотрим как получится или не получится будем держать пальчики жарится 1 блин вроде бы никому но я прям сильно нагрела сковородку добавила масло при первом только использование ну что девочки уже попробовала жарится 2 очень даже неплохие я вам скажу и сода в принципе сильно не ощущается ну может там есть какой-то оттенок небольшой такой содового привкуса ну прям совсем немного я бы не сказал вот что человек знающий что там вернее не знающий что там есть суда мне кажется она не догадается что есть знаете как обычные блины они еще не какие-то желтые получились почему-то хотя есть нет может из-за банана не знаю они такие прикольные хрустящие я сахар добавила чуть-чуть еще потому что хочу чтобы они послаще были я хрущу и тесто нормально вкусненькое делается вообще быстро не то что дрожжевые то есть не надо ждать там сколько-то до час-два пока поднимутся особых пузырьков у меня и нет такой вот она получилась консистенция я чуть-чуть воды побольше добавил чем по рецепту чтобы то есть видите вот поджарился хорошо снимается и красота я так наливаю вот где-то полтора половничкой вот так вот разравниваю потому что они достаточно густые можно сделать пожиже то есть воду удалить там рецепте тоже говорится что можете долить воду но вот такая консистенция мне понравилась больше такие получают средней плотности да не сильно тонкие вот видите они быстро так огонь на достаточно такой ну средний небольшой и они быстро уже начинают так вот пузыриться и поджариваются быстро то есть достаточно быстро они пекутся рецепт понравился обязательно оставлю его ссылочки дам вам ссылочку и самой чтобы не забыть какой рецепт я пекла себе для себя тоже отложу его прикольно прикольно иначе вода сахар соль сода мука растительное масло порожек но банан вот я от себя добавила кстати с бананом мне понравилось можно яблочко потереть вот видите уже достаточно быстро они вообще поджариваются замечательно делаю салатик из рукколы помидорок и огуречка да еще перчик будет гарнир гречка с жареным грибочками хочу похвалить ножи от компании фаберлик у меня их много и резать овощи мне удобно таким большим поварским ножом сегодня салатик из овощей вот такой постный ужин незамысловатый у меня получился кстати очень красивая большая салатная вилка от фаберлик очень удобно ей мешать и накладывать салат сегодня я уже говорил что у меня салат из овощей и рукколы ну и плюс гречка с грибами приятного аппетита девчонки я пищу от восторга мне приехал ковер лари дуд наверно полтора месяца его ждала где-то так месяц точно как круто здесь смотрится мне очень нравится вообще класс 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 как вам это он расправляется уголки я защипал его как он же был скручен поэтому скручивается качество отличное расцветка прям супер прямо подходящий под под мой вот такой вот интерьер вообще супер то есть он такой мелковорсистый я ждала его долго такой задний у него сторона кстати накрасила ногти от фаберлик лаки которые мне пришли сейчас это первый слой и я тут побежала ковер встречать в общем маленькую на меток постер сейчас и второй слой нанесу думаю что будет нормально лайки по сути хорошие в покраске хорошо себя ведут быстренько так сохнут вот нормальные принципе за такую цену вообще супер хоть я их и ругала я их ругаю конечно за вонь а за качество как наносится и сохнут то нормально еще если посмотрю как буду держаться если они будут держаться хорошо классно блин я от ковра тащусь теперь мне вот этот ковер сейчас я пропылесошу его вот перед пасхой мы его будем конечно мыть из керхерной улице но всегда ковры моем перед пасхой с пеной да и я его сейчас постелю в комнату сына посмотрю как он там будет а из комнаты сына ковер я хочу продать выставил его на авито вот буду продавать ну что тот вот что этот был но это мы как бы знаете купили потому что вообще выбора не было мы приехали в нижний в ковра в центр там какой-то ходили 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 ничего подходящего не было и вот взяли нейтральную чисто расцветку потому что дети маленькие нам сказали все равно они его замызгают и вы кинете лет там через пять до ну вот так и произошло что он мне вот лично уже надоел вот такая у меня красота какая красота супер 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 я довольна сын пьет комплекс нейровижен это натуральные витамины от сибирского здоровья курс на 20 дней вот таких коробочках индивидуальных одну коробочку он уже пропил осталась вторая коробочка для умственной активности работоспособности хорошего зрения вообще для поддержания общего самочувствия здесь очень большая дозировка доказа гексоеновой кислоты лютеин зиоксантин который влияет на зрение на наши глазки которые сейчас подвергаются до всякому влиянию например от гаджетов бета-каротин антоциан флавона флавоногликозиды то есть такие слова которые ну не выговоришь но они нужны гензинозиды и так далее здесь значит три капсулки комплекс 1 от две оранжевых капсулки да это вот тот самый концентрат омеги кислоты а именно одной из кислот из жира глубоководных рыб натуральный лютеин бета-каротин и комплекс 2 темная капсулка это черника и гинкобелоба а еще лицетин а еще экстракт джинишени классный комплекс заметила что аппетит у него появился слава богу ну и умственная работоспособность тоже отмечается мы в магазине светофор куча интересного здесь наша тележка кто знает будет расти розы кто покупал как сажать присматриваю хочу такую тортницу хочу такую банку 283 рубля только нет мужев хозьма ведерко для пасхальных яичек смотрите какая красота посмотрите какая прелесть она под заваривать облепиху ягоды листочки мяты и все такое 1 и 8 литра наклеечки хохлома золотые очень красивые кондитерский мешок силиконовый у меня был не силиконовый он порвался 162 рубля стоил так этот чайник 700 с чем-то 760 вроде бы ведерко 489 такие вот покупки к пасхи а вы готовитесь к пасхи так вот мешочек вставлять железная насадочку то есть и даже не знаю силикон это или нет мне кажется даже нет прикольный вот такой чек получился в светофоре мы туда ездим редко но метко 2 мы 2 117 рублей экономия круто и так покупки тазик он небольшой но для дочки пойдет сковорода блинная чугунная очень такая тяжелая знаю как будет печь это мне захотелось такая емкость с крышкой и всякого рода крышки закатывать зубная паста мужу ванильная пудра сахарная всякие специи чеснок курицы я картошки сейчас хочу сделать гречек в пакетиках арахис в кунжуте кофе на пробу взяли целый килограмм 489 рублей лапша яичная сладости орешки печенюшки ванилин мак сыр вот такой решили попробовать сливки молоко в составе топленая сметана фасоль киреешки на салат масло бпшку сын решил попробовать сок ананасы кола черноголовка какао майонез куриная грудка печенье овсяное ленка злаки вот такие вот покупки и так вот моя курица из светофора порезала и маленько отбила хочу сейчас использовать как раз магии светофора для румяной корочки с чесноком это конечно для моих домочадцев не для меня здесь овощи сушеные чеснок лук паприка томаты хлопья картофельная соль крахмал мука сахар специи черный перец куркума красный острый масло зелень петрушку укроп тимьян мой оранжи бер или чабер смешать содержимое пакетикой полтора килограмма куриных ножек в миске выложите куриные ножки в противень и запекаете у меня грудка 45 минут на нижнем уровне предварительно загреты до 180 градусов духовке в режиме верхний и нижний нагрев я сейчас картошка прям поставлю картошка у меня не сварилась а чуть-чуть поварилась без соли я сейчас воду уберу и нарежу ее по-деревенски со специями на противень кусочками и добавлю для картофельных долек с румяной корочкой такой здесь мы кстати компот облепиха и красная смородина многие спрашивают как питаться в пост вот например у меня сегодня картофель дольками будет я его проварила минутки три не до конца в несоленой воде и сейчас добавлю такой приправа очень вкусно получится запеку при 200 градусов духовке но для других меня курица печется для меня картошка с грибами у кого-то будет картошку с курицей так что можно прожить пост нормально слава богу сейчас придумать можно все что угодно зато очень хорошо разгружается желудок кишечник вообще легкость появляется в теле нет переедания естественно увес сходит мне очень нравится муж подарил сегодня чайничек я его обновила сварила компот из облепихи и красной смородины очень вкусно и полезно вот такая получилась вкусная картошка и вот такая курочка у нас получилось надеюсь что вкусная я не пробовала надеюсь оценят курочка подоспела под гриль жарилась под грилем